Тагил снова рулит. Водитель такси, поссорившись с пассажирами, увез их пятилетнего ребенка. Второй двухгодовалый малыш и вовсе выпал на ходу в сугроб. Причиной ссоры между таксистами и родителями стало отсутствие детских кресел в машине. Дарья Усова разбиралась, куда заведет участников конфликт. Водитель сказал, что он меня не повезет. Я говорю, на каком основании? Он говорит, ну, потому что у меня нету кресел. Эта поездка сразу зашла в тупик. И теперь Александра жалеет, что тут же не вышла из автомобиля. Уж очень хотелось в поздний час с двумя маленькими сыновьями скорее попасть домой. Диспетчера службы такси она предупреждала, что поедет с детьми. Несмотря на это, за ней прислали машину без специальных автокресел. А таксист в ответ на претензию начал хамить и угрожать. То, что произошло дальше, молодая мама вспоминает с ужасом. Детям говорю, выходим. Я взяла сумку из машины, потянулась за маленьким. Маленького не успела взять, уже, получается, услышала свист шин. Он, ребенок у меня двухлетний, слетел на сугроб пологий, с которого он, слава богу, просто пока он шлифовал на месте, не успел под колеса слететь. А старший остался в машине с открытыми дверями, вот со шлейфом, получается, на большой скорости, полетел по двору. Маневры таксиста попали на камеры видеонаблюдения. На них видно, как серая калина несется по двору с открытой дверью, а за машиной бегут напуганная Александра и ее брат. Когда они поняли, что лихача не догнать, первым делом позвонили диспетчеру. Но, услышав о том, что произошло, в службе такси поспешили откреститься от водителя. Сказала о том, что на ваш адрес машина не выезжала. Потом уже такси перезвонил, из полиции перезвонили, из такси перезвонили о том, что ребенок находится на Тельмана 40. Ребенка, которого он увез от матери, таксист доставил в отделение полиции. Объяснил, что не сразу заметил пятилетнего мальчика на заднем сидении. Малыш, испугавшись, затаился. Правоохранителям водитель поведал и почему так торопился уехать. Говорит, что это не он угрожал молодой маме. Напротив, ему пригрозили родственники пассажирки. По ее звонку вышли двое мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В руках у них были бутылки с пивом. И они в очень грубой форме настаивали на поездке, угрожая водителю такси, по его словам, физической расправой. Версии водителя и пассажирки сейчас проверяют полицейский и следственный комитет. Во дворе, где случился конфликт, уже нашлись его очевидцы. В службе такси, которая отправила машину на вызов, от комментариев отказались. По телефону вызывайте такси, вы звоните в диспетчерскую службу. И ваш заказ может быть обработан совершенно произвольным водителем, который даже не состоит у этой диспетчерской службы в штате. И этот водитель, он волен делать, соответственно, что хочет. У Александры с детьми теперь одна дорога – к психологу. После случившегося старший сын Саши постоянно плачет и просится на руки. На такси они пока не ездят. Врач посоветовал больше гулять пешком. Дарья Манохина. Главные новости Екатеринбурга.